Все будет хорошо, и вот эта вот неделя побыстрее закончится с улыбкой, с позитивом на самом добром и на всем хорошем. Это очень важно. Перед из Иркутска не болеть хорошо. Так, тоже хотелось заказать Ахербану на сайте, написали, что нет доставки сейчас. Не знаю, я вот может быть я успела. Вот, поэтому я когда мне 4 назад заказала, может быть 5, не больше. И вот сейчас тоже захотела заказать масло Кхи. Кстати, очень крутое масло нашла Кхи. Я об этом вообще не знала. Оно вот как топленое такое, его не обязательно, ну его не нужно даже в холодильнике хранить. Оно натуральное-натуральное. Вот, особенно вот дети, которые на севере живут, его часто мамы своим деткам дают. На Тибете тоже там масло Кхи очень любят своим деткам давать. И вот я тоже решила, допустим, там написано, в прикорм мы же вели. Вот написано, что давайте растительное масло. Но я как бы растительное не очень хочу давать. Вот, я бы там давала попозже оливковое, но вот сейчас хочу давать. Или там сливочное масло написано. Вот я хочу масло Кхи давать, заменить, потому что сливочное масло у нас тоже непонятно какое. Масло Кхи, это там просто аминокислоты, там чего только полезного нет. Целый ряд витамин. И самое главное, что оно натуральное. Это именно на Айхилопе. Поэтому берите на заметку. Такая вот вам рекомендация, девчонки. И оно стоит недешево, конечно, там в порядках двух тысяч рублей. Ну вот, надолго хватит этой баночки. У корней твой родной цвет? Да. Темнорусые. Привет, Анапа, любим вас. Привет, Анапа, мы вас тоже. Вы тоже Сахалина. Я не. Так. Вам большинство говорит, что вы злюка. Это вам очень... Это о чем-нибудь говорит. Лично вам. Просто вопрос не воспринимает. Что-то такие... Не, ни в коем случае. Мне это ни о чем не говорит, потому что... Ну, все знают, что я очень добрый человек. Озывчивый. Я никогда в беде не оставлю. Я всегда помогу, чем смогу. Там, последние трусы отдам. То есть, у меня вот такой вот... Люди мои знают, что всегда могут обратиться ко мне за помощью. Вот. А то, что там думают в Инстаграм, совершенно мне незнакомые люди, но меня не особо это волнует, честно скажу. То есть, мне важно, что вот я для своих близких людей хороший человек. Для меня это очень важно, правда. Вот. И каждый год, вот когда мне день рождения, мне люди дают пожелания. Или там говорят, что счастливы. Или там рады нашему знакомству, дружбе, общению. Вот. И... Я делаю выводы из этого. Вот. И Казань любит вас. Спасибо большое. Я думаю, мы вас тоже полюбим, когда приедем к вам в гости. Очень хотим. Прям очень хотим. Вот. Казахстан, Татарстан, вот это вот все. Таджикистан. Поехать вообще по Азии. Обязательно хочу в Казахстан заехать. В Казань. О. Прям очень хотим такое турное себе устроить. В Таджикистане обязательно посмотреть на памятник, который установлен раздули бабушке Жене. Вот. И сейчас девочка у нас тоже убирает. И она, оказывается, знала бабушку Женькину. И она говорит, я встретила девушку полумесяца мбровь. Эту песенку напела. И вот мы стояли, общались так приятно, даже до слез, что у нашей дочки вот такие вот корни. Бабушка была великая актриса. Сам император Китая ее приглашал к себе в гости. Они вместе танцевали. Он был в нее прям тайно-тайно влюблен. И вот он заказывал ей там личный самолет. Вот она к нему прилетала. Вот. С этими сослугами, привилегиями всякими. Ой. Прям такая бабушка. Прабабушка, получается, моей дочке, нашей дочке. И так приятно, что вот она говорит, а я знаю. Говорит, да. Говорит, таджик-фильм, все с нее начиналось. Она была очень известной актрисой, самой известной актрисой Советского Союза. А таджик-фильм тогда очень славился. Вот. Приезжайте в Казань. Приедем. Очень хотим. Приедем. Говорят, у вас и кухня просто потрясающая. Где Женя? Женя дома. Смотрит процесс. Разговаривать с ребятами. Вот. Там такие хорошие ребята пришли убирать просто. Так. Когда все закончится, приезжайте к нам на Кавказ. Ребенку будет полезно подышать нашим воздухом. Обязательно. Мы Кавказ очень любим. Вот. И мы в Абхазию хотим съездить, посетить. Очень любим. Мы в Армению хотим, в Грузию. И уже сколько лет все никак не можем доехать. Да, дочь? Казахстане делать нечего. Ну, почему? По Астане погулять. Почему бы нет? А вот я очень хочу поехать в Нур-Султан. Вот этот вот город, да, который переименовали. И я вот хочу погулять именно по рынкам национальным, народным. Вот именно ощутить весь колорит. Так. Запахи эти. Да, дочь. Ня-ня-ня. Сейчас уже нам надо идти домой. Сейчас я буду этот прикорм давать. Брокколи, кабачок. Вот. Потом там еще написано растительное масло. Но я сказала, что я его не буду давать. Буду давать масло ки. Сегодня я закажу его. Вот. Попозже тоже хочу козье молоко давать обязательно. Ну, очень полезное. Ну, я думаю, там многие девчонки пишут, что гемоглобин после козьего молока у ребенка падает. Не знаю. Но мне кажется, если мяско давать, да, то нормально все будет. Гемоглобин-то, если мясо ребенку не давать, да, там говядина. Теляйте, она тогда падает. Так. В Тиргизию прилетаете. Хорошо. Всегда на улице. Не боитесь коронавируса. Ну, мы всегда на улице. Мы стараемся в безлюдных... О, сейчас вам покажу, ребята. Вот такой ходит парень. Все опрыскивает. Все, мы отошли отсюда быстренько. Ой, уже комар летает. Так, дочь. Матываем. Саша, Томочка, дали полезные советы. Спасибо большое. Ну, я же говорю, я и много с вами консультирую. Всегда у вас спрашиваю, что вы как думаете, что скажете. Вот, даже для меня это тоже важно. Видите, если я что-то где-то знаю, тоже какими-то знаниями я всегда делюсь с вами. Так, насколько я им доверяю, что оставила одних дома, забыл сказать Жене. Нет, мы ушли. Если бы вы были внимательны, мы оставили ребят на 3 часа, сами ушли гулять. Вот. Женя там с ними сдружился. Они там, ну, убирают ребят, а Женька с ними общается. Тем более, я сейчас...